Здравствуйте, мои дорогие друзья! Как вы уже, наверное, заметили, в последнее время я вот несколько дней не обновлял свои видео на канале. Дело в том, что я немножко приболел. И даже, если честно сказать, даже не знаю, будут ли новые выпуски на этой неделе. Но, все же, я постараюсь сделать один-два ролика, потому что у меня есть некоторые планы на выпуск новых видео. Так что, смотрите за обновлениями канала. Я надеюсь, что у меня найдутся силы для того, чтобы снять еще несколько роликов. Ну, а в сегодняшнем ролике мы с вами поговорим о течении в аквариуме. Сегодняшнее видео, как я уже и сказал, будет посвящено течению. Очень много зрителей канала в Facebook, в Telegram непосредственно под видео на моем канале задают один и тот же вопрос. Как бороться с отложениями на дне? Как избежать частой сифонки дна в аквариуме? То есть, как избежать сифонки непосредственно грунта в аквариуме? И как правильно организовать течение? Я, вы знаете, в последнее время откладывал с выпуском этого видео, потому что на одном из каналов в YouTube, посвященном аквариумистике, вышло видео о течении. Но, скажем так, там было вскользь рассказом много всего и никакой конкретики. Автор пообещал в скором времени рассказать все более детально, но для этого якобы ему там нужна куча аквариумов, красящие таблетки, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И, в общем, я, прождав где-то месяц-полтора, не дождавшись таки выпуска этого видео, решил снять свое. Так что не обессудьте. Это видео, скорее всего, будет относиться к рубрике «Ответы на ваши вопросы». Никакого секрета здесь нет. На самом деле, лично, по моему мнению, здесь все очень просто и банально. Итак, давайте же разберем несколько типов аквариумов и поговорим о том, как в нем, по моему мнению, правильно организовать течение. Друзья, если у вас травник, то говорить о каком-либо течении здесь нет смысла вообще. Дело в том, что в травнике, как таковое, оно вообще не нужно. То есть, в травнике максимум, что вам нужно, это циркуляция воды для перемешивания воды, для того, чтобы в аквариуме температура была одной и той же, для того, чтобы циркулировали все вещества в воде и, соответственно, попадали к каждому листочку и каждому корешку. То есть, легкой циркуляцией воды должен омываться грунт, но в травнике грунт как раз-таки должен заиливаться. То есть, я не говорю, что там должно быть 2-3 сантиметра дерьма. Нет, ни в коем случае, но в любом случае, если у вас травник с растениями, у которых мощная корневая система, им ил необходим. Им необходим ил для того, чтобы, в принципе, эти растения черпают 90% всех питательных веществ именно из грунта. Течение уже, в свою очередь, оно в травнике будет не только не приносить пользы, а наоборот будет бредить, потому что далеко не все растения течение любят. Так вот, повторюсь, это только мой опыт. Если вы хотите организовать течение в травнике, то позаботьтесь о том, что на выходе из внешника или внутреннего фильтра у вас установлена дождевалка, то есть, рассеиватель струи воды. В принципе, по этому типу аквариума у меня все. Если у вас есть другие соображения, оставляйте их в комментарии под этим видео. Друзья мои, если говорить вообще о любом типе аквариума, то, вы знаете, вначале стоило бы все-таки, наверное, сказать, каким течение в аквариуме не должно быть. Вот, ну, извините, конечно, меня, художник из меня никакой. Вот я нарисовал небольшую схему. Здесь вы видите вид аквариума сверху, то есть, если смотреть сверху на аквариум, да, и вот стрелочками нарисовано течение. То есть, оно может быть в одну сторону, оно может быть против часовой стрелки и за часовой стрелкой, но дело в том, что вот именно такое течение создавать в аквариуме нельзя. Во-первых, такое течение, да, оно будет вымывать какахи и все остальное из-под стенок. Но дело в том, что в центре аквариума постоянно будет накапливаться органика и рыбки будут постоянно держаться где-то за укрытиями, либо по центру аквариума. В остальном самим рыбкам, самим жильцам будет в таком аквариуме некомфортно, их будет постоянно сносить, и они будут испытывать от этого стресс. Так что, если вы уж хотите организовывать течение, правильное течение в аквариуме, позаботьтесь о том, чтобы оно было сверху донизу. Это обязательно. Друзья мои, вот я нарисовал картинку. Значит, здесь у нас нарисован аквариум с внутренним фильтром. Ну, это может быть внешник, может быть внутренний фильтр, либо просто помпа с мочалкой. Значит, и в нашем случае выход из фильтра установлен в заднем правом углу. То есть, расположение фильтра особой роли не играет. Это может быть задний левый угол, либо задний правый угол. Но обязательно в заднем углу. Почему? Потому что от фильтра, вот, например, если в данном случае у нас выход установлен в заднем правом углу, то выход мы должны развернуть под углом 45 градусов и направить его противоположный угол к переднему стеклу. То есть, если у нас задний правый угол установлен, выход от фильтра, то течение должно быть к переднему левому углу. И таким образом течение, как вы видите, стрелочками нарисовано, оно будет организовываться сверху вниз и омывать полностью весь аквариум. Значит, данный тип установки фильтра подойдет для аквариумов до метра длины. То есть, это может быть 35, 50, 60, 70 сантиметров, 80, неважно. Ну, до метра длины. Если говорить о аквариумах до полтора метра, от метра до полтора, до метр шестидесяти, то здесь у нас уже будет необходим как минимум к внутреннему фильтру, еще и внешний фильтр. И, как вы видите на схеме, в принципе, все то же самое. Единственная разница, что здесь появился, ну, вот я вот схематически так нарисовал, то есть, выход от внешника и, соответственно, заборник от внешника. Заборник от внешника должен быть в том же углу, в котором расположен и выход. И вот, как вы видите, внешник мы направляем вдоль задней стенки, а внутренний фильтр мы направляем, как и в первом варианте, по диагонали. Таким образом, опять же, мы вымываем все какахи и не даем в аквариуме образоваться водоворот. Ну и последний тип, это аквариумы от полтора метра и больше. Значит, дальше на длину влияет только количество помп течения. И, в принципе, здесь вся схема та же самая. Ну, вот я нарисовал, я здесь не рисовал внутренних фильтров, не рисовал внешних фильтров. Все это вы уже в процессе формирования своей банки можете добавить. Здесь нарисовано две помпы течения, они красными кружочками нарисованы. Нарисована переливная шахта для сампа и, соответственно, выход от сампа. И вот, как вы видите, выход от сампа у нас направлен вдоль задней стенки. А помпа течения, значит, вот правая помпа течения дует от заднего правого угла в передний левый угол. Ну, а помпа, которая размещена слева под переливной шахтой, она, наоборот, дует от левого заднего угла к переднему правому. То есть, таким образом мы, опять же, делаем вертикальное течение, то есть, сверху вниз по всему аквариуму. Обязательно устанавливать помпу, которая, помпу течения и выход от сампа устанавливать напротив, с противоположной стороны от переливной шахты. Таким образом, все дерьмо и весь и так далее, все будет смываться в переливную шахту непосредственно. Друзья мои, ну вот, о самом течении я, в принципе, вам рассказал. Все это прекрасно работает в аквариумах с очень мелким грунтом, то есть, там, песок, кварцевый песок, очень мелкая речная галька, очень мелкий базальт, где-то там до полтора-двух миллиметров фракция. И с минимальным количеством декораций. Если же у вас, скажем, в аквариуме есть много декораций в виде коряк, там, камней, да, толстый слой грунта и так далее, то для этого я бы вам советовал завести несколько самов. Лично в моих аквариумах прекрасно помогают с вымыванием дерьма из-под декораций, такие самы, как плекостомусы, птериогоплиты. Очень хорошо с этим справляются самы мегалодорос ирвени, птеродорос, вот. Они в поисках еды ночью и днем в поисках укрытий прекрасно выгребают и грунт, и все остальные отложения из-под камней и декораций. Если же у вас грунт крупной фракции, ну, скажем, больше, там, 2-3 миллиметров, там, до сантиметра, да, значит, я в этом случае, я бы вам советовал бы, конечно, обзавестись такой улиткой, как Мелания или Физа. Ну, если у вас светлый грунт, то это улитка Физа, потому что она светленькая. Если у вас темный грунт, то это улитка Мелания. Эти улитки помогут вам избежать сифонки грунта как такового, потому что они постоянно находятся в грунте и выползают из него только ночью. Плюс ко всему, эти улитки очень хороший индикатор качества грунта. То есть, если грунт где-то начал закисать, началось в грунте выделение сероводорода, то эти улитки среди белого дна начнут выползать на стекла. И в таком случае это будет для вас сигналом для того, чтобы просифонить ваш грунт. И если у вас большой аквариум и крупная рыба, я бы вам крупную фракцию грунта не советовал бы в любом случае. Если вы планируете аквариум с крупной рыбой, то всерьез задумайтесь о приобретении пресноводного ската. Так как эта рыба не только интересна в поведении и, скажем так, приучается к рукам, ее можно погладить, она интересно плавает по аквариуму, да и вообще скат в аквариуме это круто. Но эта рыбка очень хорошо поднимает все какахи, отложения из дна. То есть, эта рыбка активна и ночью и днем, ночью она более активна, ну а днем она постоянно плавает и тоже поднимает все эти отложения. И в принципе сифонкой грунта, если у вас мелкая фракция, у вас необходимости вообще не будет никогда. Так что, друзья, как видите, не только правильное течение, но и правильно подобранный грунт и жильцы аквариума тоже играют большую роль в частой сифонке грунта. Что ж, друзья, я думаю, это видео вам было полезным. Все то, что я вам сегодня рассказал, это только мой личный опыт. Я не опираюсь ни на какие научные труды, либо там на высказывания других аквариумистов. Так что, если у вас есть иные соображения по этому поводу, оставляйте их в комментариях, я с радостью их выслушаю. И самое актуальное, пролайкаю для того, чтобы они висели вверху в топе и другие зрители могли их почитать. Ну а сейчас желаю всем добра, удачи, здоровья вами, вашим питомцам. Всем добра, до новых встреч!